Тихий огонек нашей футбольной души в Мелбет Первой Лиги. У микрофона Николай Трубин. Я с удовольствием для вас прокомментирую встречу одноименной команды из Сочи. Сегодня южане приезжают вот в такую холодную, в такую промозглую погоду. Набережные Челны встречают гостей с теплых краев. Такой замечательный, да, в какой-то степени даже футбольной погодой. Сегодня все-таки хочется побегать футболистам. Поехали. Вместе с Виктором по стадиону мы с вами обозначаем старт этой встречи. Начнем с гостей. Решил не отходить от своей схемы, которую использовал в матч вроде родины наставник. Сочинцев 4-4-2. И лишь одно изменение. Как раз-таки оно вынужденное. Карамбрича мы не видим. Апеллирует Барт к арбитру. Говорит, что Стародуб... Ну, мяч попал в руку Стародубу, но все-таки это была опорная. Рука здесь. Удар-отворот. Мяч попал в перекладину. Илья Купцов говорит, нет, не трогал. Ну, уже в кубке страны Макамаз не увидим. Они как раз уступили здесь дома московскому торпеду. Но, судя по крикам, опасный момент. Это удар добивания Козлов! Желтую получил. Гол забил. Как среагировал на добивание Александр Дегтев. Интересно, насколько серьезный был удар-то по его воротам. И было видно по расположениям его рук, что он хотел зафиксировать намертво. Но выскользнул мяч. 1-0. Как из локального антигероя превратиться в автора первого забитого мяча в этом матче? Иван Козлов. 1-0. Макарчук разыграл. Макарчук на Кравцову насели. И мяч попадает в руку. Полчаса есть еще у Сочи. Но пока непонятно, за счет чего. Что-то серьезное мы увидим у ворот Ильи Купцов. Может быть, какой-то из пенальти там был в первом этапе. Но пока подача Камаза. Мяч на границе штрафной. Вот он увяз. Удар! Два рикошета. А мог сейчас Никита Мельников 2-0 делать. И это был бы приговор, который мог бы подлежать апелляции. Ой, да, сразу у нас на поле Камаза. Никитин. Подача. Ика. Добивание. Два, три удара. Момент. И теперь мы можем констатировать факт. Первый удар в створ Илья Купцов среагировал. То ли уставать начинают, то ли сейчас вот такая секундная потеря концентрации. Можно придать жизнь. Новые атаки, новые подачи. Восьмой угловой. Что получится? Магаль как раз играл. Через себя. Еще раз головой. Толкучка. И что делает Илья Купцов, несмотря на положение вне игры? В статистику этот удар не пойдет. Но он выручил из-под перекладины. И атаки есть, и удары есть. И Купцов в работе ведь. И вот еще один штрафной. Камаз тоже начинает переживать. Все-таки 15 минут остается. Вот она подача. Справа ноги и удары тут снова. Хорош. Купцов. Никитин намагали. И страж ворот Камаза найдет. Наверное, с минуты 70-й. Да, было очень огромное у воротки Ильи Купцова. Да так, что Сочи, конечно, Роберт Морена получает желтую карточку. Морена вышел из технической зоны. И как начинает здесь раздавать? Это русский вперемешку с испанским. И неужели удаляет! Он удаляет Роберта Морена. Ну, тут понятно, о комбинациях речи не идет, когда твой визави играет уже в 7 защитников. Не про это. И на выходе Илья Купцов. Сыграть аккуратно. Начал. Начал в поле. И напоказывают не зря Евгения Галимова. Камаз содержит вторую домашнюю победу подряд.